Корреспондент Сэм о настоящем и будущем одного из самых талантливых футболистов современности Неймара, которого Федерация футбола Франции дисквалифицировала на пять матчей, из них на два, условно. Первым, естественно, стала травма, оставившая его без полуфинала домашнего чемпионата мира 2014. Хотя, может быть, ему повезло оказаться непричастным к унижению, которая пережила Бразилия в матче с великолепной Германией, один к семи. Худший момент номер два – следующее мировое первенство. Неймар не стал лукавить и признался, из-за долгого восстановления после травмы я толком не смог проявить себя в России. Нечасто дающий пространные интервью бразилец тогда не предполагал, какие проблемы ждут его в 2019 году. В тот момент даже намеков на сложности не было. Вопреки опасениям Неймар нашел общий язык с Томасом Тухелем, который воплотил в жизнь пожелания бразильца чаще играть на месте десятки и дал ему больше свободы на левом фланге. ПСЖ сметал всех во Франции, где к январю у его главной звезды было 13 мячей и 6 голевых передач. Кроме того, парижане выжили в группе смерти Лиги чемпионов, где Неймар записал на свой счет пять мячей, включая победный в ключевом матче с Ливерпулем, 2 к 1. А потом случилась травма той же лодыжки, что испортила форварду ЧМ-2018. Рядовой матч Кубка Франции против Страсбура перевернул все слезы, операция, костыли. Прошлогодняя история повторялась и, похоже, это стало для Неймара слишком сильным ударом. Первый срыв случился в день ставшего легендарным матча 1-8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед, 1 к 3. Когда арбитр при помощи ВАР назначил в ворота ПСЖ роковой пенальти, бразилец едва не выскочил на поле, а уже после финального свистка пытался прорваться в судейскую и разразился гневными местами и нецензурным постом в своем инстаграме. Уефа оценил срыв звезды трехматчевой дисквалификацией, что означает пропуск половины группового турнира следующей чемпионской лиги. После этого скандалы посыпались, как из рога изобилия. Вернувшись в строй к золотому матчу ПСЖ против Монако, всего через неделю Неймар забил гол и ассистировал Даниэл Весу в финале Кубка Франции. Однако парижане проиграли Ренну в серии пенальти, не удержав преимущества в два мяча, два к двум. Когда команды поднимались на трубину для награждения, бразилец ответил выкрикивавшему оскорбление в адрес игроков парижан фанату ударом в лицо. Теперь три матча дисквалификации, плюс два условно, звезде выписали еще и во Франции, а знаменитый в прошлом полузащитник Зе Роберту заявил, что форварда стоит лишить капитанской повязки в сборной. А на днях ПСЖ пришлось тушить еще один информационный пожар, опровергая информацию о конфликте Неймара и Юлиана Дракслера по окончании встречи с Монпелли, два к трём. Немец якобы упрекнул партнера в индивидуализме, последовал ответ в духе «Да кто ты такой?». После чего драку предотвратили Тухеле спортивный директор Антера Энрике. И пусть отец Неймара уверяет, что его сын счастлив в Париже, и болельщик могут спать спокойно, а Тухель называет клубным боссом фамилию футболиста в числе тех, кого нужно обязательно сохранить на будущий сезон. Кажется, что точка кипения достигнута. Дальше по законам физики либо случится взрыв, либо удастся выпустить пар. Например, благодаря победе Бразилии на домашнем Кубке Америки. В карьере Неймара хватает трофеев, но никогда у него не было таких чистых и искренних эмоций, как после решающего пенальти в финале Олимпиады в Риа. Сборная может стать для него чудодейственным эликсиром, но, кажется, проблема глубже. Уезжая в Париж, Неймар хотел выйти из тени Месси и побороться с ним и Криштиану Роналду за корону лучшего игрока современности. Вместо этого он получил турнир без реальной конкуренции, две тяжелые травмы и превратившиеся в систему катастрофы в плей-офф Лиги Чемпионов. До сих пор непонятно, каким был смысл перехода в команду, которую ты двумя голами и ключевой передачей унижаешь на Камп Ноу со счетом 6 к 1. Вместо короля огромный талант превращается в первого парня на деревне, находясь в самом расцвете сил. Возможно, Неймару нужно выйти из зоны парижского комфорта и сменить команду. Реал, Мюм, Манчестер-Сити, не так важно, где он окажется. Только там он может стать великим. Вопрос в том, кто готов раскошелиться ради потерявшей блеск звезды. Парижские 220 миллионов евро выглядели безумием, но это не значит, что клубные боссы снова сойдут с ума и отпустят бразильца за меньшие деньги. Тот же Реал не решается платить 200 миллионов даже за находящегося на пике Азара. Какой уж там Неймар. Продолжение следует...